Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Посмотрела я, ребят, один видос и частично крайний мукбанг. И посмотрела я, как они ездили опять к Натахе. Слушайте, вот и додумались же ехать, когда Иван уезжает в рейс. Как будто и правда, пиратка на него запала и срочным образом поперлась, чтобы кофе ему привезти. Наверное, уже свое фуфло достало ее. И каждый раз, когда приезжает, она все этот свой глаз, который у нее западает, постоянно, видать, ложит на Ивана. Ну или кладет. Ну и короче, поперлись они, повезли этот автоклав. И надо было там, во время того, как Наташа собирала Ивана в рейс, разбираться с этим автоклавом, отвлекать Ивана, который, собственно, собирался. Объясняет там что-то. Да еще мало того, но привезли. Мотайте уже домой. Привезли все. С Иваном там попрощались счастливого пути. Туда-сюда и все. До свидания. Но нет, она сидела на жратву же намекала, где бы салатиков еще поесть. И бутерброды ей, видите ли, подавай не сладкие, а с колбасой да с сыром. Да еще и кофе заказала. И сидели, жрали. А еще, ребят, меня больше всего возмутило то, что Нинок сказала, что пока да, пока семью она эту любит, пока. Пока они ей подчиняются, пока они стелятся под нее. Она их пока да, пока любит, уважает. Ну, а потом, как только они откажутся сниматься в ее этом шоу поганом, вонючем, гнилом, она их польет говном. И тогда уже точно любить не будет. Я в шоке. Я просто в шоке. Было очень заметно в начале, что Наташа вообще не рада была их видеть. Ну, потому что она собирала мужа. Ей хотелось, может быть, знаете, и обнять его, и чтобы ничего не забыть ему, упаковать. Все-таки в дорогу его собирала. Но я вам скажу, ребят, что они сами виноваты. Раз пускают их в любое время, то терпите теперь. Если бы дали отворот поворот, то не шастали бы они тогда, когда не надо. А так терпите, да, кормите их, поите. Но сами тоже, да, Василек получаете. Ну, на самом деле, как написали мне в комментариях, что, глядя по обстановке Натахи и Ивана, понимаешь, что живут они небогато. Ну, и пожрать они тоже вкусненько любят. Поэтому у Василек как раз им кстати, да. Поэтому они готовы стелиться за Василек. Позориться, бухать на камеру, вести себя как придурки, ржать, пляски эти идиотские устраивать. Ну, да, пиратке это выгодно, пиратке выгодно. Она бабусы рубит. Ну, а вы будете кормить, поить за Василек и позориться за Василек. Сами виноваты. Если бы закрыли ход съемкам, то никто бы не дурил голову и не выставлял на посмешище семейку. Ну, и что дальше? Да, пожрали, да, попили кофе. Ну, и пришлось уже уходить, потому что Иван уезжал. И попёрлись, да, попёрлись все вместе. Вместо того, чтобы уйти пораньше и дать жене мужа провести, нет, выволоклись вместе. Ну, а дальше, ребят, я посмотрела частично мукбанг. Крайне последний, да, пофигу, короче. И, ребят, один момент просто меня убил. Честное слово, просто шокировал в очередной раз. Конечно же, это уже не в первый раз. Когда Вовка ел, опять его колбаснуло, торкнуло опять его конкретно. И голова у него ходуном заходила, и глаза подкатились кверху, и я прям вздрогнула. Я понимаю, что пиратка не обращает на это совсем никакого внимания. Я понимаю, что ей пофигу. Ей, наоборот, на руку выставлять вот это вот позорище, да, и показывать своего любимого дёрганого мужика, у которого то руки трясутся, просто ходуном ходят, то головешка эта дёргается, и глаза закатываются. То, что у него закатываются, когда он жрёт, ну, это, знаете, уже привыкшие явления, тут ничего такого сверхъестественного нет. Это он кайфует так, когда глаза закатывает, оргазм получает пищевой. Но когда у него автоматически вот такие вот дёрганья, это просто ужас, ребят, это вообще никуда не годится. Я сразу просто представляю, что этот человек водит машину, что он ездит за рулём. И ладно бы он один-единственный был на дороге, но на дороге есть и другие машины, в которых люди, дети. И в один прекрасный момент его вот так вот торкнет, его вот так вот шибанёт, что он ходуном начнёт ходить, что это будет. И вместо того, чтобы пиратке срочным образом тащить свою седовласку в больницу, она это выставляет на посмешище и не обращает никакого внимания. Вы знаете, я не знаю, как она сама не боится. Я не знаю, как она не боится сама, а ведь может что угодно случиться. Вот перекосит его в пути, торкнет его, и что? И что она тогда уже запоёт, когда не сможет петь? Конечно же, не дай бог, чтобы что-то случилось. Не дай бог, никому никогда не пожелаю какой-то беды. Даже врагам. Но, ребят, это страшно. Это страшно. В комментариях им написали, Нина, покажи Вову специалисту 13.58, как можно быстрее. Это не шутки. Так уже, ребят, руки колотились у него. Да и не раз. И дёргался он. И писали ей об этом. Но ей по барабану. И дальше в ответах пишут им обоим. Нужны психиатры. Жаль, что они не лечатся. И, честно, смешного тут уже ничего не вижу. Это очень страшно. Ну и последний ответ. Как тогда права получил? Ну, Нинка сказала, что у Фофоньки с психикой всё нормально. Это потому, что у Нинки ненормально. Поэтому у Фофоньки всё нормально. Психиатр осмотрел и решил, что Фофку за руль пускать можно. Я вот не знаю. Посмотрела бы медкомиссия, как его колбасит, как у него руки трясутся. Как у него эта голова ходуном ходит. Вы знаете, у пиратки у самой голова ходуном ходит. Вы только вспомните, как она картошку чистила над раковиной. Как у неё голова ходила туда-сюда, туда-сюда. Это нормальное явление. Нет, это ненормальное явление. Это и говорит, что страдает психика у человека. И серьёзно страдает. Ну и Нинок, когда сидели, жрали, такую фигню смородила. Говорит, если ваш муж пьёт, купите ему машину. Такое чувство, что Вован у неё глушит каждый день. Слушайте, ну, возможно, они оба и глушат каждый день. Неспроста же она с утреца в первом видосе. Ну, это не утро, но, в общем, вы меня понимаете. Постоянно вся пухшая, отёкшая, дёрганая, вечно визжит, вечно орёт. Ну, понятное дело, что когда она визжит и орёт, Фовка ещё в кровати лежит. Неудивительно, если они бухают каждый день. Поэтому у неё такие вот и высказывания. Нинок, нормальные мужики не пьют. Ну, а если твой ненормальный, ты, похоже, из-за этого ему и машину купила, чтобы не бухал. И есть готовил, да? Просто, Нинка, твоё фуфло ни к чему не приспособлено. Абсолютно ни к чему. Только жевжика жимкать в штанах. Даже на людях. Хотя для него, наверное, семья – это, ну, привычные явления. И они об этом уже знают. Поэтому он и расслабился, когда на днюхе у Натахи были. И мял этого жевжика только так, ни на кого не обращая внимания. Ну, возможно, у него это нормальное явление. Возможно, когда он ест, рука у него, когда под столом. Возможно, как раз-таки он и дома зажимает его постоянно. Ну, мы сколько моментов с вами видели. Ребята, это болезнь, это проблема, это беда. Но пиратка зарабатывает бабки на этой проблеме, потому что она вот такой вот отвратительный, мерзкий, гнилой человек. Она даже его не любит. Она его просто использует. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.